Всем привет, с вами Чарли и это обзор восьмой серии шестого сезона Игры Престолов под названием Никто. Если вы еще не смотрели новый эпизод, то будьте осторожны, дальше спойлеры. В общем и целом новый эпизод разрушил кучу фанатских теорий. Например, была красивая теория о том, что никакой бродяжки нет, а у Арии Старк просто раздвоение личности. Еще одна теория с Арией заключалась в том, что ее спасет Сирио Форель, так как фанатам показалось, что на промо восьмой серии за бродяжкой стоит именно он. Посмотрев эпизод, мы поняли, что, к сожалению, ничего из этого не имеет места быть. Или, например, фанаты предполагали, в том числе и я, что Сандера Клигана вернули для Клиган Боула, и мы увидим эпичную битву между ним и его братом Горой. Битва могла быть испытанием-поединком, Сирсея явно выдвинула бы Гору своим чемпионом, а его воробейшество мог выставить, пожалуй, единственного, кто способен противостоять Горе, его младшему братишку. Тем более, пса спас от смерти именно Септон, служитель веры семерых, как и его воробейшество. Но, к сожалению, Томман отменил испытание поединком. Вместо этого к нам возвращается скучный суд семерых Септонов. Некоторые фанаты, увидев «Братство без знамен» в прошлой серии, предполагали, что в сериале наконец появится «Леди Бессердечная», но и этого не произошло. В общем, в этой серии создатели сериала хорошенько поглумились над фанатами и их бурными фантазиями в части «Безумных теорий». Серия получила название «Никто», что, разумеется, является отсылкой к деятельности Безликих. Эпизод открывается и закрывается в сюжетной линии персонажа, связанного с Черно-Белым домом – Арии Старк. В обзоре прошлой серии я предполагала, что кто-то подлатает Арию. Так оно и оказалось. Леди Крейн, смерть которой Ария отсрочила на ненадолгое время, зашила раны Арии. После небольшого экшена мы узнаем, что Ария наконец покидает Черно-Белый дом. Лично мне поднадоело смотреть на ее сюжетную линию в Бравоте, и я очень рада, что она наконец отправляется в Эстерос. Судя по промо девятой серии, действие нового эпизода всецело будет посвящено битве бастардов. Так, например, было в прошлых сезонах, когда на девятую серию приходилась эпичная масштабная битва. Например, эпизод «Суровый дом», где вся серия была посвящена битве с Хадаками. Возможно, в следующей серии также покажут Мейерин, так как там ситуация как раз идет к битве между Дейенерис и Гарпиями. В общем, мне кажется, в следующей серии нам покажут только два места – Винтерфелл и Мейерин, так как там намечаются масштабные битвы. Это, в свою очередь, означает, что Ария вряд ли появится уже в следующем эпизоде. То есть, ее возвращение в Эстерос придется на десятую серию, финал шестого сезона. Мне кажется, так как это будет окончание сезона, возвращение Арии должно быть впечатляющим. В конце восьмой серии Ария говорит Якину, что она – Ария Старк из Винтерфелла. А что поддерживало жизнь в ней на протяжении ее пути из Королевской гавани в Черно-Белый дом? Правильно, ее список смерти. Только имена в этом списке, желание отомстить, было главной ее целью жизни. Мне кажется, возвращение будет эпичным, если Ария вычеркнет еще одно имя из своего списка. В сериальном списке Арии осталось всего лишь три имени – Серсея, Гора и Уолдерфрей. Сильно сомневаюсь, что Ария снова вернется в Королевскую гавань, а это значит, что осталось только одно имя. Да-да, лучший организатор свадьб в Эстеросе – Лорд Уолдерфрей. Ария должна убить его в финале шестого сезона. HBO, порадуйте фанатов хоть одной смертью злодея. Хватит возвращать хороших персонажей в шестой сезон только ради того, чтобы их убить. Лучше поступать и так со злодеями. К тому же у нас есть вот этот кадр с трейлера, который еще не произошел в сериале, где Фрей и Ланнистеры что-то празднуют. После восьмой серии мы знаем, что, скорее всего, это празднование возвращения Риверана. Будет весьма символично, если Фрея убьет Старк на веселом пире, что вроде Красная свадьба версия 2, где роли жертв и убийц меняются местами. От Арии повествование переходит к ее давнему другу Сандеру Клигану. В сериал вернули истинное братство без знамен, а не этих убийц, ограбивших мирный клан. Мы снова увидим Торреса из мира и Беррика Дандариона. Мне нравится шестой сон тем, что в него возвращают кучу персонажей, даже мертвых воскрешают. Из разговора мы понимаем, что Сандера вернули явно не для Клиган Боула. Его миссия гораздо важнее. В серии Берриг и Торрес постоянно говорят о том, что Владыка Света приготовил для Сандера важную роль. Как вы думаете, намекают ли они на то, что именно пес будет возрожденным Азорахаем? Знает ли братство без знамен о приближении белых ходоков? Мне лично показалось, что да, потому что Берриг говорил, что то, с чем они сражаются, уничтожит всех, добрых и злых, молодых и старых. Речь, кажется, шла об иных и упырях. Скорее всего, в 10 серии мы получим ответ на все эти вопросы. После речных земель действие переходит в Мейерин. Тирион отлично делает свою работу, которая уже дала плоды. Режиссы Ирглора повсюду рассказывают о великолепной Денерис и ее спасительной миссии. Но вдруг на город нападают. Миссандея говорит, что это добрые господа, пришли за своей собственностью. То есть, они расторгли договор, который заключили с Тирионом. Но мне лично так не кажется. Когда Тирион вел переговоры с добрыми господами, они сказали, что не поддерживают сынов Гарпии. Они, конечно, могли солгать, но зачем? Вряд ли они испугались какого-то карлика, когда даже его королевы с драконами нет рядом. Думаю, все-таки за Гарпиями стоит другой лидер. На кораблях, которые атаковали Мейрин, как раз была изображена Гарпия. К счастью, Денерис вовремя поспевает на помощь. Учитывая, что ее драконы заметно подросли, и то, что у нее имеются лучшие тренированные убийцы, безупречные, а теперь и бесчисленная орда датракийцев, думаю, сынам Гарпии придется весьма не сладко. Переходим в Королевскую Гавань. Король Томан серьезно подставляет свою матушку Ишурина, отменив суд поединком. Теперь кажется, что у Серсеи и Лореса нет никаких шансов. Но за спасение Лореса взялась Маргари. Именно поэтому она играет эту напускную набожность. Думаю, у нее есть какой-то план по его спасению. Серсея также не сидела без дела. Квиберн говорит о каком-то слухе и об ташках, которые нашли что-то интересное, связанное с этим слухом. Я повторяю это в каждом обзоре и повторю снова. Дикий Огонь. Вот оружие Серсеи. Пташки, видимо, нашли запасы Дикого Огня, в свое время припрятанные Безумным Королем Эйрисом по всей Королевской Гавани. Мне кажется, Серсея попытается сжечь Великую Септу Бейлора, а вместе с ней Воробьев, Септу Юнелу и, конечно, его Воробейшество. Безумно буду рада такому развитию событий. Но важно помнить, что Дикий Огонь трудно контролировать. Он может распространить свое действие на весь город, а не только на Септу. Тогда мы придем к этому видению из Дома Бессмертных, когда Дейнерис оказалась в пустом, заброшенном, покрытом пеплом и снегом тронном зале Красного Замка. И, наконец, Риверан, где нам показали встречу Бриенны и Джейми. К сожалению, эти двое, в сюжетной линии которых мне нравилось больше всего именно, когда они были вместе, оказались по разные стороны баррикад. Джейми должен вернуть Риверан, дарованный Фреем, королевским указом. Бриенна должна убедить Черную Рыбу отвезти армию Талли на север. К сожалению, преуспевает Джейми. Замок сдался истинному лорду речных земель, Эдмур Талли. А Бриенна не смогла уговорить Черную Рыбу хотя бы в одиночку отправиться на север, чтобы по мере сил помочь Сансе. Бриндена Талли убивают. Спасибо хотя бы, что не показали это в кадре. Возвращаясь к Джейми, эпизод сделал все возможное, чтобы показать нам, что в цели убийцы не осталось ничего хорошего, только ослепляющая страсть к Серсеи. Но посмотреть на него в присутствии Бриенны, на то, как он не принял валерийский меч обратно, так считает его собственностью Бриенны, да и вообще последние их сцены, когда они обменялись взглядами, все это наталкивает на мысль, что с Джейми еще не все потеряно. И именно Бриенна тот человек, который пробуждает в нем лучшее. А как вам кажется, встретятся ли эти двое еще раз? В финале шестого сезона? Напишите в комментариях. Разбор промо 9 серии будет завтра, примерно в это же время. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, новые видео уходят каждый понедельник и четверг. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока-пока!